Музыка Любители охоты знают, как необходим бывает зимой в лесу снегоход, особенно когда ищешь места глухариного тока или просто увезти тушу. Мы решили разобраться, какими же качествами должен обладать этот стальной конь, тем более, что случай представился самый, что ни на есть подходящий. Наша съемочная группа побывала на самом большом фестивале снегоходов в России – Open Corellia. Своего стального коня здесь каждый ласково называет снежек. 140 владельцев снегоходов из разных регионов России приехали на фестиваль Open Corellia. Одни хотят показать свой уровень мастерства, другие – просто отдохнуть на природе. Двухтактный двигатель объемом до 1000 кубических сантиметров, укороченная гусеница, небольшой вес. Эта машина создана, чтобы побеждать на кроссовых трассах или бороздить нетронутые снежные поля. Двухтактный двигатель объемом до 1000 кубических сантиметров, укороченная гусеница, небольшой вес. Однако для охотничьих целей такая техника не подойдет. В лесу хороши утилитарные модели. У них вместительный багажник, есть место для пассажира. Могут тянуть груженые сани и меньше расходуют топлива. При этом имеют вместительный бензобак. Благодаря широкой и длинной гусенице такой снегоход не вязнет в снегу и уверенно чувствует себя на бездорожье. Прежде всего должна быть проходимость, я так считаю. И какая-то тяга должна быть, которую он должен использовать при транспортировке каких-то тяжелых вещей. А вот должен быть запас хода большой, так как бензин с собой возить тоже тяжело. На фестивале Open Карелия можно было на практике изучить достоинства и недостатки существующих моделей. В течение четырех дней снегоходы прошли серьезные испытания. Разбитые лесные дороги, налить на водоемах и, конечно же, большие километражи. Ждем техпомощь. А что такое техпомощь сейчас? Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. К спортивному снегоходу такой лед не страшен. За счет большой скорости такие машины неплохо держатся на плаву. А вот утилитарники из-за большого веса могут и провалиться. На фестивале под водой оказались две машины. Организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы спасти утопающих. К концу фестиваля у каждого сложилось свое мнение о достоинствах и недостатках машин. Один из лидеров, наверное, утилитарников – это Ямаха Викинг, на котором я сейчас сижу. Рабочая лошадка, 540 кубиков. Хорошо передвигается как по лесу, так и по озеру. По озеру с наличием воды на льду. В втором я бы поставил Линкс, армейский вариант. Широкая гусеница, такая же, как у Ямахи, даже чуть больше. Побольше мощностей у него, но единственный минус – это его вес. Какую бы модель вы не выбрали, главное помнить, что снегоход на охоте – лишь помощник. А вот гнаться за зверем на нем запрещено. Применение моторизированных средств расценивается как браконьерство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова